Один из таких профилактических семинаров прошёл в Адлерском районе с представителями малого бизнеса. Сотрудники администрации и члены ТОСа Чкаловский прошли по торговым объектам, где пообщались с предпринимателями. Рассказали им, как защитить свои личные данные и уберечься от телефонных мошенников. Раздавали специальные брошюры, в которых всё подробно объясняется. Пожалуйста, ознакомьтесь сами, ознакомьтесь своих родных и близких. И пускай это у вас будет на видном месте, чтобы ваши покупатели тоже смогли с этим ознакомиться и знать, как себя защитить от кибермошенничества. В памятке всё подробно разъясняется, какие виды мошенничества сейчас распространены. Как не попасться на уловки злоумышленников и правильно реагировать на подозрительные телефонные звонки. В каком возрасте чаще всего люди подвергаются подобным атакам. Как подчеркнули в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи, особую бдительность нужно проявлять, когда звонят и просят личные данные. Эксперты научили эффективно использовать банковские продукты, платёжные сервисы и подробно ответили на все интересующие вопросы. Это очень важная информация, потому что это надо знать каждому человеку вообще, даже детям уже надо знать. Потому что дети в телефонах, так что им звонят и очень много вопросов задают, то что дети должны знать, что ничего говорить практически нельзя. Пытаемся как-то совместными усилиями помочь, рассказываем опять же, предупреждаем их. Ну и если уже попали, то пытаемся как-то посодействовать даже денежные средства, которые у них украли, скажем так, им вернули. По мнению специалистов, подобные семинары помогают повысить уровень финансовой безопасности жителей и гостей курорта, защитить людей от потери денег. Всего рабочая группа посетила более 200 объектов торговли и общепита Адлерского района. По муниципальному проекту «Финансовая культура» прошло уже пять обучающих семинаров для пожилых жителей курорта.